Сегодня Россия занимает первое место в мире по уровню умышленных убийств, по числу взяток, по аварийности на дорогах, по количеству самоубийств, по абсолютной величине убили населения, по числу разводов и детей, брушенных родителями, по числу психически больных, по объему торговли людьми и героином, по потреблению алкоголя, по темпам прироста ВИЧ-инфицированных, по количеству ДТП и автокатастроф, в 13 раз больше среднемирового уровня, исчезла вся аграрная индустрия СССР, Путинская империя занимает 153 место в мире по темпам экономического роста. 90% населения балансируют на черте бедности. И несмотря на все эти беды, кругом слышится непоколебимое «Ура! Ура! Ура!» и философ Владимир Соловьев давно уже поставил россиянам диагноз. Цитата. Русский народ находится в крайне печальном состоянии. Он болен, разорен, деморализован. И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него зло умышляют. Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам, а врагами своими он считает всех соседей. Конец цитаты. Нынешнее российское восстановление совкового режима то ли 70-х, то ли 30-х годов не может не вызывать тревогу. Закрытие страны, милитаризация экономики, резкое ограничение свобод, разложение гражданского общества – все это могло присниться российским западникам, разве что в дурном сне. Наверное, никто в середине прошлого десятилетия не мог представить себе войну с Грузией, Чечней, Украиной, а также возврат к политическим практикам времен правления товарища Андропова. А ведь именно это и происходит в восстановляемой Совковии. Русское правительство, как обратное проведение, устраивает к лучшему не будущее, а прошлое. Это цитата Герцена, господа. А что же сами русские? За них ответил Алексей Толстой. «Я не горжусь, что я русский. Я покоряюсь этому положению. И когда я думаю о красоте нашей страны, до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали». Это кусок замечательной статьи Петра Брауна, не знаю такого автора, но я бы хотел здесь сделать вот такой маленький акцент. Россия на самом деле страна, которая ведет себя как психически нездоровый человек, страдающий неврозом. Неврозики отличаются тремя очень важными качествами. Им все время кажется, что их мало уважают, дальше они обладают гиперобидчивостью, они способны обидеться на все. Вы даже не можете предположить, на что способен или способна обидеться невротичка, и свою обиду они будут держать в сердце, лелеять годами. И никогда от своей обиды не отказываются, потому что состояние обиды для невротика – это привычное состояние страдания. И третье качество, которым отличается невротическая личность – это страхи и тревожность. Как правило, они суеверны. Если в вашем окружении есть люди, которые беспокоятся по поводу рассыпанной соли, перебежавшей черной кошки, переворачивают ведра или веники, сплевывают на левое плечо и прочее – это люди, как в простонародье называют суеверные, на самом деле тревожные. То есть им все время кажется, что что-то произойдет. Ведь, по сути, черная кошка не может ничего абсолютно сделать, но у этих людей включена в голове программа, что вот это маленькое животное может навредить, испортить целый день, создать аварийную ситуацию, которая произойдет через несколько часов и прочее. Это, по сути, обычная тревожность. Тревожность на пустом месте. Так вот, Россия, и в этом мое абсолютное убеждение, я думаю, что все это со временем будут разбирать психоаналитики и писать большое количество книг, но Россия – это типичная невротическая страна, где в общем население состоит из невротиков. Если говорить в целом, то для того, чтобы у вас не вырос невротик, не нужно ребенка пугать, не нужно его бессмысленно наказывать и бессмысленно на него орать. То есть есть страны, где в общем, в целом население здорово. Это вот западные страны. Как я говорил в одном из роликов, подтверждая слова Лапковского, можно ли выбрать такую среду, где жить более-менее комфортно? Он сказал, да, такие страны есть, и это страны, где не бьют детей. Он привел в первую очередь пример Израиля, где ребенок, царь и бог, что бы он ни делал, никто из взрослых не обижает, не трогает детей, не обрывает их, не делает никакие замечания, и в российском обществе такое поведение кажется ненормальным. И они со всеми своими скандалами, шиканьем, со всякими внушениями со стороны бабушек, тетушек, школы в том числе, со стороны невротических учителей, орущих на своих детей, начиная с детского сада воспитательниц, наказывающих детей без всякой причины и очень жестоко наказывающих детей собственные родители, которые не могут справиться со своими собственными неврозами. И вот в результате у ребенка, рожденного в этой стране, фактически нет никакого шанса остаться психически здоровым и стабильным. Наверное, есть отдельные семьи, наверное, кому-то повезло сохраниться в маленькой раковине советской российской школы и пропустить все это мимо себя, не повредив своей психике, но таких людей в стране очень мало. Поэтому страна в целом, начиная от правителей и простых граждан, ведет себя именно так же, то есть обижается на всех и вся, на соседей и на мир, тревожится по поводу того, что ее, дескать, не уважают. А невротик, понимаете, у него все время такая мысль, меня не уважают, поэтому я обижаюсь. Я думаю, что очень многие в своих собственных родителях наблюдают все эти качества. Или, например, в своей собственной жене, которая вечно обижена, ей кажется, что ее не уважают, а может быть, это ваш муж. Если к тому же еще и ко всему прочему существует множество непонятных страхов, множество суеверий, тревог, типа желания пойти в церковь, поставить свечку, и тогда жизнь станет лучше, то перед вами типичная невротическая личность, а перед всеми нами типичная невротическая страна. Если от этого избавления можно ли от этого вылечиться, ответ – да, но это сложный процесс, и начинать нужно со следующего поколения, кто его знает, рожденные ли сейчас, либо те, кто еще родятся через 10-20 лет, когда их, тех, других перестанут запугивать, перестанут наказывать, начнут уважать и видеть в них настоящих людей. И вот если вам удастся вырастить одно и второе подобное поколение, тогда страна изменится. Ну, а тем, кто понимает состояние окружающих, как всегда, один и тот же совет. Ищите здоровое общество, либо, если вы вынуждены остаться в этой стране, понимайте, с кем вы имеете дело. Поставьте этой стране и этому населению диагноз и смотрите на все, как наблюдатель психиатрической клиники. Может быть, лучшее, что вы можете сделать в это время – спасти одного, двух, трех детей, стараясь рассказать им, что мир – это не только концентрационный лагерь, школы, двора или семьи, или, возможно, ваша роль заключается в том, чтобы описать этот момент, написать книги, написать докторские диссертации, для того, чтобы следующее поколение могло это читать и учиться на своих ошибках. Помните, что Россия – это страна невыученных уроков. Почему из поколения в поколение продолжается все то же? Мы читаем цитаты Герцена, Толстого, рассказы Куприна, Тургенева, прочих, и поражаемся, насколько за 200 лет ничего не изменилось. Но вопрос по-прежнему тот же – а изменилось ли отношение к детям, отношение к женщинам, отношение друг к другу? Если это не изменится, страна не изменится никогда. Продолжение следует...